19 декабря 1915 года родилась уральская поэтесса Людмила Константиновна Татьяничева. Хотя родилась она в Мордовии и уральской стала благодаря роковому стечению обстоятельств. В 10 лет она стала сиротой и ее взяли к себе дальние родственники из Свердловска. Супруги Кожевниковы заботились о девочке не хуже родителей. Приемный папа возил в путешествия по Уралу, а приемная мама, учитель русского языка и литературы, помогала юной поэтессе ладить ословом. В 19 лет Татьяничева переехала в Магнитогорск, где начала работать в газете Магнитогорский рабочий. Сначала простым сотрудником отдела писем, а затем заведующий отделом культуры. Потом была свадьба, рождение сына и учеба в литинституте. Причем последние экзамены в Москве приходилось сдавать буквально рискуя жизнью. Это была зима 1941-го, когда немецкие войска вплотную подошли к столице. А затем карьера, хотя в те годы это слово было чуть ли не ругательным, пошла в гору. Эвакуированная в Свердловск море Этна Шигинян рекомендовала Татьяничеву столичным издательством. В 1944-м Людмила Константиновна переезжает в Челябинск, где становится одновременно директором областного книжного издательства, ответственным секретарем областной писательской организации и с обкором литературной газеты. А в следующем году ее принимают в Союз писателей СССР. Но чем, помимо прочего, был славен Союз, так это умением, как в анекдоте, прикопаться к столбу. В Татьяничевой появились такие вопросы. А что это у вас стихи такие безидейные? Или а почему вы пишете о любви материнской, а не о самой важной для советского человека любви к родине? Это, извините, ахматовщина какая-то. Благо, подобные глупости не были приняты во внимание и в 65-м Татьянчева пошла на повышение в Москву секретарем Союза писателей РСФСР. Сейчас фамилия Татьянчевой больше ассоциируется с улицей, где периодически перекрывали движение. Но, наверное, любой школьник хоть раз дослышал стихотворение, начинающееся со слов «Живуя в глубине России», ставшее своеобразным поэтическим гимном Урала. Редактор субтитров А.Семкин